Всем огромный привет, мои дорогие! Я очень рада, что вы сегодня заглянули ко мне на канал. Мой канал о парфюмерии и меня зовут Лена. Я сегодня к вам с новыми ароматами. Мне пришла посылочка. Эти парфюмы я очень давно хотела. Если вам интересно послушать, о чем я, оставайтесь со мной. Ну что, мои дорогие, вы, наверное, уже заметили, что раз в месяц у нас приходит, ко мне приходит такая довольно-таки для меня большая посылочка от интернет-магазина Рандеву, где я заказываю парфюмки, которые очень давно хотела. Бывают и заказы вслепую. Заказываю отливантики, пробнички по полтора миллилитра. Если дорогой аромат, могу заказать себе 8 миллилитров, сам магазин разливает. Естественно, если что-то приобретаете на Рандеву, не забывайте экономить и применять мой промокод. На скидочку 10%. Промокод суммируется со всеми акциями, скидками магазина и действует при заказе от 2,5 тысяч рублей. Ну, если на дорогой аромат нам денежек не хватает, а очень хочется, можно всегда воспользоваться функцией раз-срочка и рассчитаться за аромат за 4 раза. Здорово, здорово и великолепно. Ну и что, мои дорогие, такая же посылочка приехала мне сейчас. А осень на дворе, хочется каких-то таких уже плотных, густых, более осенних ароматов. Ну, скажу я вам, тепла у нас этим летом особливо-то так путем не было. То есть что-то там где-то в июле проскочило 10 дней, но август это был просто, это просто осенний месяц. Это просто дожди, это просто температура не выше там 15 градусов. В общем, короче, караул, караулом, что будет дальше с осенью, прям неизвестно. Ну, давайте же с вами начнем. Я заказала аромат, который у меня в нескольких версиях уже есть, но мне захотелось еще и эту версию. Я заказала аромат. Сначала я вам покажу. Мне тут прислали кремушки, как всегда. Спасибо магазину Корейская косметика. Ангелин, новые ароматики у этого бренда выходят. Не знаю, кто там хает, кто там что. Мне очень нравится исполнение этих парфюмов и ценник. Как всегда, накладная, брошюрка, чтобы порешать все вопросы с магазином. Как говорится, выяснить все отношения какие-либо. Ну и сами ароматы. Давайте же с вами начнем. Первый такой аромат, который я захотела себе, это у меня Клоэномат. Клоэномат, я люблю называть Хлоечка, но меня все время поправляют, что это Клоэбре. Мне нравится говорить так. Клоэномат у меня в парфюмерной воде. Я уже показывала вам. И вы знаете прекрасно, что у меня есть Клоэ в туалетной воде. Клоэномат. У меня есть Клоэномат в версии Абсолют. Я захотела себе парфюмерную воду. И еще, ко всему прочему, мне захотелось Клоэномат Натюрель. Вот так вот я пополняю свою коллекцию Номат. Ну, я очень трепетно отношусь к дому Клоэ. У меня есть и классическая туалетная вода Клоэ. Это совершенно не то, что вот Номат. Это совершенно разные вещи. Там у нас такая юная невинная розочка. Здесь все погуще и поплотнее. Давайте же с вами, наверное, начнем. Этот ароматик я себе заказала, в принципе, уже давно. Натюрель. Но я ждала осень. Я уже такая стала. Я дожидаюсь осени, чтобы распаковать. Я понимала, что этот аромат у меня ближе к осенним денечкам. Давайте же с вами распакуем этот парфюмер. Выпуск 18 года. Это у нас, так сказать, Квентин Биш. Творение Квентина Биша. Он трудился над парфюмами Номат, но не всеми, по-моему. Версия от Натюрель – это сделал другой парфюмер. Но, по-моему, туалетная вода. Не буду. Да, туалетная вода точно делал Квентин Биш. Ну и, скорее всего, версия Абсолют тоже 100% делал Квентин Биш. Я вам могу сказать даже, последнее время в версии Абсолют, вы знаете, при распылении я стала ощущать нотки ганимеда. То есть какая-то минеральность, какая-то свежесть. Ну, один парфюмер делал. Ну, что говорить, вполне себе возможно. Только вот недавно уловила на себе вот такие нотки. Ну, конечно, версия Абсолют – это такая более густая, насыщенная. Слива Мирабель с амхом, с дубовым. То есть здесь и давана, что-то это, наверное, наподобие полыни, что-то такое. То есть есть такая горечь, сладости практически нет. Сладость немножко-немножко в базе проявляется. А намат в туалетной воде – это более легкая версия. Здесь уже в пирамидочке заявлены фрезия. Она дает такой свежести, тоже легкости аромату. Да, есть здесь и слива Мирабель. Но все здесь более воздушно. То есть в туалетной воде действительно больше воздух. Давайте же с вами уже попробуем, распакуем. В общем, обыкновенная коробочка. Вот все тут какие-то и QR-коды, и голограммы. Вот все. Все вот так выглядит коробка. Все. Я следу сняла. Слюда была достаточно плотная. Давайте же уже начнем. По приятнейшей цене тоже выцегонила. Парфюм стоял он у меня долго в хотелочках. Увидела приятный ценник, обязательно схватила. Ну что, дорогие мои. Вот такой же флакончик. Я так понимаю, эти флакончики все отличаются только вот этими цветом завязочек. То есть версия абсолютно у нас рыжая такая, замшевая, замшевый ободочек и замшевые висюльки. Между прочим, висюльки мне мешают, когда с полочки беру стакан, оговорочка по фрейду. Когда с полочки беру флакон, вот эти завязочки, знаете ли, они настолько мешаются, что можно иной раз и флакончик уронить. Вот это вот, я говорю, как-то их все время пытаюсь завязать, но они развязываются. В туалетной воде у нас вот такая вот бежевая, кремовая висюлька, вот эти веревочки сильно длинные, что они какие-то все помятые. Ну и в парфюмерной воде у нас идет такая, она более, скажем так, кремовая, но с персиковым таким отливом. То есть тут, значит, эти висюльки тоже запакованные. Ага, в общем, в принципе, флакончики, то есть похожи, то есть флаконы выглядят вот так. Что у нас там, по-моему, нет, есть, есть информационная, скорее всего, это гравировочка. В общем, вот так выглядит флакон парфюмерной воды. Давайте же пробовать. Я примерно понимаю, что примерно ароматы похожи, но здесь наряду со сливами Мирабель добавлены, по-моему, персики. Я вот сейчас пирамиду смотрю. Да, у меня здесь слива, бергамот, лимон, апельсин, то есть очень много цитрусов на старте. Фрезия, персики, жасмин, роза, дубовый мох, пачули, амбервуд, значит, здесь молекулы заявлены, белый мускус и сандал. А в туалетной воде у меня вместе со сливой получается еще и личи добавлены. Но я их там не различаю, если честно. Только, может быть, вот кислиночку. Ой, мне кажется, тоже есть какая-то есть такая нотка ганимедовая. Во-первых, ну, пахло вот, вот, с пулей какая-то такая вот свежесть присутствует. Ой, ой, какой он насыщенный. Здесь прям вот сразу же такая вот полынная горечь. Да, туалетка, конечно, немножечко полегче. Даже, я вам скажу, версия абсолютно такая для меня, не такая насыщенная, горьковатая, густая. Прям такая полынь, мшистость. Пока не персиков и, по-моему, даже не сливы, я ничего такого не могу различить. Мне прям полынище, вот прям на старте полынь, горькая, прям насыщенная. Ну, дорогие мои, аромат из дороги. Ароматику, конечно же, надо постоять. Я тоже согласна со многими, что любой аромат все равно со временем меняется. Может быть, меняется наше восприятие, может быть, действительно аромат как-то отдыхает, устаканивается, одумывается, как я люблю говорить. Но что с ароматом происходит, потом я начинаю слышать его совершенно по-другому. Сейчас у меня просто со старта вот эта вот горечь, прям такой свербящий в носу вот этот вот мох дубовый. Есть, есть какой-то отголосок, какой-то вот такой, я не знаю, может быть, это анбергуд. Но мне кажется, есть какая-то, вы знаете, молекулярная ноточка. Что-то вот роднит вот эти ароматы, я вам скажу, с ганиметчиком. Ну, ганимет это вообще выноси святых. Ну, вот есть какая-то такая минеральность, такая, какая-то более свежая, минеральная, я не знаю, как это объяснить, можно даже альдегидные какие-то ноты, можно так представить себе, если чтобы кому-то было понятнее. Вот какая-то такая свежесть, может даже молковатость какая-то присутствует. Ну, этот аромат очень густой, очень насыщенный. Я вам скажу, вот эти две версии прям, версии полегче. Давайте я пока его отставлю, давайте же с вами распакуем Клоя Номат Натюрель. Меня зацепила пирамидка этого аромата, потому что здесь, помимо всего прочего, в пирамидке добавлены финики. Это вообще, я, если честно, как финики, вот ни в одном аромате фиников не нахожу. Вот где бы ни заявлены финики, да, какая-то сладость, да, может быть, сухофруктовость, но чтобы слышать прям именно вкус и аромат фиников, ну, или я в своей жизни, как говорится, может быть, их как-то по-другому представляю. Ну, коробочка, как говорится, стандартная, все у нас тут, ну, как-то странно там болтается. То есть вот в этой коробке у меня так не болтался аромат. Давайте же с вами распакуем. Что у нас здесь? Здесь другая должна быть, так сказать, оберточка, да? Ой! А здесь у нас такой какой-то желтый флакошек, вот этот косичка из замши желтого. А тут в косичку. Слушайте, я, наверное, тоже заплету свои весюльки в косичку. Здесь заплетена косичка. Но здесь такой уже флакончик, посмотрите, идет с орнаментом. Здесь у меня в Абсолю нет такой. Ой, ну, очень. Ну, вот эти пупсики такие милые. Но, блин, мне нравится все. Все-таки я люблю большие форматы. Ароматов, кто бы что ни говорил, прекрасно понимаешь, что тебе и тридцаточки. Это у меня тридцать миллилитров. Прекрасно понимаешь, что тридцать миллилитров этого Де Парфам Натурель мне тоже хватит на полжизни. Но люблю я большие бодиночки. Флакон, так флакон его в руке держишь. Это вот ха, что столько добра у меня. Понесли ботинки, Ваня. Так вот, давайте же, я вам пирамидку все-таки читаю. Финики, слива Мирабель, египетский засмин, фрезия, ваниль, сандал, дубовый мох. То есть, эта пирамидка уже у нас разбавлена еще и ванилию, еще и финиками. То есть, аромат должен быть сладкий. Покупала совершенно вслепую. Но, девчонок, кого смотрела, кто рассказывал про этот аромат, всем очень понравился. Холостые пшики были, давайте будем пробовать. Ой, ну, конечно, тут уже все сладенько. Прям со старта сладенько. Прям, вы знаете, даже какой-то немножко молочный, что ли, оттенок. Как будто сливочность какая-то. А может быть, даже немножко как ореховость, я слышу. Да, фрукты. Вы знаете, у меня даже не слива, мне кажется, как будто это персик. Ну-ка, я побольше нанесу. Как будто бы персиковые ноточки. Ой, какой-то он мягкий, такой кремовый, какой-то уходовый. Да, есть здесь, вы знаете, вот эта тоже мшистость, но она, как в парфюмерной воде, знаете, не сбивает с ноги. Здесь все-таки скрадывает всю эту композицию, вот эта вот легкая сладость. Какая-то сливочность. Что дает нам сливочность? Я не знаю, тоже давана, роза, цитрусы, фрезия. Я не знаю, нет, фрезии здесь нет. Сандал, о, ну да. Нет, фрезия здесь заявлена. У меня просто все пирамиды выписаны, господи, ничего уже не вижу, надо очки заказать. Может быть, знаете, здесь сливочный сандал такой. Потому что я прям слышу, действительно, сливочные деревяшки. Какая-то легкая сладость. Да, такая кислинка фруктиков. И вот этот сливочный, ой, как красиво. Красиво. Я буду, конечно, на коже разнош... Ой, надо было мне, конечно, тоже в соточки. По-моему, это у нас не сотки, да. Это 75 у нас миллилитров. Большой объем. Это 75 миллилитров. Нету соток. Какая вкусная. Ну, такое я люблю. Более сладкие версии люблю я. Прямо это мое-мое. Прямо сливочный, кремовый немножко сандал. Ну, вот как финики. Вот фиников я не слышу. Вот здесь, вот чем люксовая парфюмерия, вроде как классно. Вот ты на ноты вообще разложить не можешь. Вот слышно какая-то фруктовость. Слышно какая-то сливочность. Да, вот эта вот амшистость какая-то, напористость. Но вот отдельно вычленить финики какие-то. Там, например, тут у нас слива, тут у нас персики. Вот у меня вот какая-то общая фруктовая корзина со сливочно-кремовым сандалом, с легкими ванильными нотками, с кислинкой фруктов. Ой, приятная, приятная композиция. Я довольна, прям довольна. Значит, вот таких вот два пупсёныша у меня. Ой, ну парфюмерная вода. Я пока с ней буду. Ой, слушайте, сейчас парфюмерка, знаете, разошлась. Более фруктовость больше появилась. Действительно, слышу какие-то персики. Ребята, ароматом надо постоять, одуматься. Вот уже даже на блотере уже появляются какие-то компоненты, заявленные по пирамидам. Ну, прелесть. Это ароматы, я считаю, 100% их время именно осень. Поэтому я и запаслась на осень. То есть, как говорится, были у меня два красавчика. Я захотела пополнить коллекцию Клоя на мат. Очень мне нравится именно этот парфюм. Я вам ещё раз повторю, скажу, что это более, конечно, брутальная версия. Это уже, знаете, такая она вечерняя версия именно в парфюмерной воде. Туалетная версия, я считаю, что это версия на повседнев. Но тоже такая для уверенной себе дамы. То есть, эти ароматы, я вам скажу, не для девочек. Девочек, то есть, не хо-хо-хи-хи. Это ароматы на подумать. И именно версия абсолютно... Мне её фуковали, говорили, что от меня пахнет каким-то винтажным парфюмом. Я так не считаю. Я в нём стала слышать ещё и, скажем так, версию какую-то минеральность ганимеда. Ну и, конечно, версия натурель. Это более сладкая композиция. Более такой... Ой, более мягкий. Вот действительно какая-то вот кремовость, уходовость в этом парфюме присутствует. Какая прелесть, какая красота. Да, заказывала совершенно вслепую, ни разу не тестировала. Очень и очень довольна. Всё чаще и чаще слепые покупки у меня, так сказать, получаются на ура. Ну, а я вам, как всегда, желаю самых вкусных и любимых вами парфюматиков. Заходите ко мне на канал. И увидимся с вами скоро. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok